МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала Самара ГИС при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте. Доверяй, но проверяй. Наступающая осень для 14 самарских многоэтажек, по сути, станет временем второго рождения. Всем им предстоит капитальный ремонт, долгожданный и выстраданный. Ведь эти дома только внешне крепкие. Их средний возраст 30-40 лет. Далеко не старый фонд. Но за это время здесь ни разу ничего капитально не обновляли. Только дыры латали. Как итог, гнилые трубы и стояки. Видите, там тазик с помойкой. Внизу соседа жалко, сосед внизу ветеран войны. В ванной не могу пользоваться. Я в ванной не пользуюсь из-за того, что здесь все время гадость одна и разруха. Давно течет? 9 лет. И подвалы, куда годами не ступала нога коммунальщика. Это самое цветущее место у нас. Я боюсь. Есть чего опасаться. Трубы обновляли только покраской. В любой момент рвануть может. Но сюда хоть и с риском для жизни зайти еще можно. В иные подземелья лучше и не соваться. Неприятный запах из подвала. В подвале постоянно лопаются трубы. Водопад все время. Вода бежит. Заходишь как парни. Комарники летают? Они здесь круглый год летают. И зимой, и летом. На Новый год у нас здесь мы с комарами встречаем. Этот Новый год жители девятиэтажки, что на больничной встречать будут уже без насекомых. К 1 декабря ремонт должен быть завершен. Этот дом, как и еще 13, попали в список счастливчиков. Тех, что успели в последний вагон уходящего поезда. Под занавес федеральной программы. Деньги, а это 122 миллиона рублей, из фонда содействия реформирования ЖКХ уже поступили. Официально фонд содействия реформирования ЖКХ продлен до 2015 года, но у нас в принципе получается каждый год он как последний. То есть мы в принципе в этом году даже не ожидали, что данный фонд будет работать. Жителям, конечно, тоже придется потратиться. Но их вклад в ремонт это 15% от общей суммы, то бишь копейки, учитывая общие затраты. Теперь главная задача проконтролировать, чтобы каждый рубль пошел в дело. Сейчас как раз ищут подрядчиков. И если владельцы квартир не хотят потом жалеть о бездарно потраченных миллионах, говорят эксперты, и местные, и федеральные, именно собственники и не должны оставаться в стороне. Совет дома многоквартирного, он обязан быть в каждом доме, в перечне подписантов, соответственно, ТСЖ, если там на доме ТСЖ, в перечне подписантов. Сами собственники принимают эти работы. Лучшего контроля, как мы с вами, за своей собственностью все равно не будет никогда в жизни. Здесь как бы первая скрипка за собственником. Я надеюсь, что в каждом доме есть специалисты, которые понимают что-то в строительстве, понимают в инженерии. Но если какие-то вопросы возникают, то по этим вопросам есть смысл обращаться в департамент жилищно-коммунального хозяйства. Там точно есть специалисты. Они уже могут проверить на более высоком уровне и все претензии туда предъявляться. И предъявлять эти претензии лучше не после, а во время ремонта. Эксперты настоятельно советуют первым делом внимательно изучить сметы. Они в праве затребовать, им не имеют права отказать, потому что это будет выполняться хоть и на бюджетные деньги, но все равно это деньги в конце концов наши. Они же складываются из налогов, из акцизов. Как вот за этим следить? Если я не инженер, не строитель, не проектировщик? На основании вот этого документа вполне можно проконтролировать выполнение этих работ, даже не имея какого-то там специального образования. Сильные у нас домовые комитеты вот в Мичуринском микрорайоне, у них очень большая уже судебная практика, когда, например, ремонт подъезда, они выставляют счет там на 250 на 400 тысяч, а когда выходит в суд, эта сумма снижается чуть ли не наполовину, потому что работы завышены, объемы завышены, те работы, которые прописаны в локальной смете, они просто-напросто не выполняются или выполняются частично. И до тех пор, пока жители не поймут, что это их деньги расходуются, и если видят, что кто-то что-то делает и проходит мимо, ну тогда извините. Принцип «Моя хата с краю» для этой самой хаты и впрямь губителен, считает председатель ТОСа Струковский Надежда Курапова. Яркий пример – вот это Сталинка на Вилоновской, 36-го года постройки. В Самаре ее называют бывшим обкомовским домом. Просторная квартира с элитной по советским стандартам планировкой и видом на Волгу давали партийным работникам. Ремонта здесь не было 40 лет. Два года назад на капитальное обновление Сталинки по федеральной программе выделили рекордную сумму – 42 миллиона рублей. Фасад теперь радует новыми красками. Но за этой красивой оберткой масса недоделок. Жители не вылезают из судов. У кого-то после ремонта начались проблемы с отоплением. Температура в квартире была 15-16 градусов. Жилищная комиссия сейчас мне прислала письмо, что они подавали на коммунальник иск, и я выиграла. Конечно, мы не удовлетворены. Очень большие, очень большие были деньги отвезены на наш дом. Давайте дождемся отопительного сезона и посмотрим. В любом случае не останется. Понимаете как? Потому что если ничего не делать, ждать просто, то ничего не течет. Капля камень точит. А у кого-то вода крышу точит. Мы уже сами сбивали, чтобы вода тут не стояла. А так она протекает туда и все. Военный пенсионер Георгий Кожарский на крыше дома своего теперь чуть ли не каждый день показывает многочисленным комиссиям и журналистам все недоработки подрядчика. Вот здесь плохо закреплена кровля. Болтается, но не закреплена жесть по периметру. Видишь? А тут ограждение держится на честном слове. Это ж не болт, это такой, как шуруп. А болт надо тогда насквозь пробить, там шайбу заложить и этой гайкой закрутить. Они даже не знают, что такое болт. И вот тут листы положены неправильно. Должно быть двойной фальц, а тут одного фальца нет. Результат этого брака – потоп в квартире пенсионера. Нет ни одной комнаты, где бы на потолке не проступили желтые пятна. Когда был ремонт, крышу сняли, у меня тут вообще текло. Тут у меня корыто стояло и все. В общем, половина потолка была. Но они сказали, сделали, сделали ли ремонт. И вот весной все опять, все опять потекло. То есть вы связываете именно то, что потекло именно с этим ремонтом? Да, только у нас было все отлично. Крыша у нас была, мы жили 20 лет нормально. А после вот этого ремонта у нас все здесь и на кухне течет. Ну вот оно, все отстает. Невозможно. Переклеивали сколько раз. Вот оно висит вот сейчас, рухнет же все равно. Теперь Георгий Кожарский через суд пытается заставить подрядчика сделать работу над ошибками. Для меня это, они оба ответчика должны быть. И коммунальник, и ООО «Горизонт». Поскольку тот выполнял, а этот не контролировал. Акты подписаны с оценкой хорошо, а работа, вот посмотрите, какая она хорошая. Пожалуй, что плохо контролировали. Потому что деньги пришли очень большие, и деньги как бы не свои. Ну, жители заплатили 5%, но 5% это не очень большая сумма. И все говорят, ой, как хорошо ремонтируют. А качество не проверили. Ну, контроль. Везде приходилось мне присутствовать и по кровле лаять, и в подвал спускаться, и по этажам бегать. И собрание сочинения специальной литературы изучить. Председатель ТСЖ проспекта Ирина Моисеева рассказывает, когда в прошлом году стало известно, что три их панельных дома попали таки в федеральную программу, она поняла, второго такого шанса может и не быть, и не упустила его. Теперь дома, которые раньше чуть ли не аварийными считались, как конфетка. Двери у нас установлены вот такие вот пластиковые, не пластиковые, алюминиевые двери. Они герметичные, в подъездах сейчас стало тепло. А на окнах новые красивые решетки. Они были повреждены, и имели право их заменить. Но это все косметика, как и новые фасады, выкрашенные в стильные цвета. Главное, что в этих домах на проспекте Кирова поменяли кровлю, коммуникации, всю электрику. И гарантию подрядчики дали на пять лет. Ни разу наши дома не были в капитальном ремонте, поэтому он для нас был долгожданным и желанным. Самим жильцам такие суммы, которые были выделены на наши дома, не собрать никогда. Жильцы соседних домов очень нам завидуют. А что толку завидовать? Тут дело надо делать. Ведь три дома на проспекте Кирова специально создали ТСЖ, чтобы добиться капитального ремонта. Теперь вот пожинают плоды победы. Вот что значит найти грамотных управленцев. Ну а что делать, если с коммунальщиками категорически не удается не только договориться, но и просто поговорить? На финал истории как раз такого дома. Расположен он по адресу Спортивная 1. В этой многоэтажке 72-го года постройки живут многие заслуженные деятели. Художники, педагоги, железнодорожники. Но былые заслуги жильцов дома не спасают его от коммунального коллапса. Этим летом здесь было несколько аварий. Вот у меня заявление, какого числа меня залили, я им подала. И вот тут был мастер, смотрела, вот пожалуйста, все сколько тут залили у меня. Все здесь пара интернет. Залы вот здесь все желтые. Видите, краса какая? Здесь вот, смотрите, все желтое. Дальше там идет тоже вот. Вот желтые, вот желтые. Хотя у вас какой этаж? Третий этаж. А сануна с пятого этажа. Они ничего не меняют. Она вот, ты мне трубка такая вот, она взяла, она гнилая сейчас, понимаете? Все же прогнивши. И такая же картина у соседей сверху. Жительница пятого этажа, собираясь в отпуск, перекрыла кран. И гнилые трубы не выдержали. Вот, видите, бугры еще. Вот так все бугром стояло. Вот тяжести ставлю, потому что все вздувается. Света нет. Электрик отказался, сказал, надо потолок разбирать, потому что здесь очень текло. И вот стоит запах нехороший. Этот дом на спортивной тоже попал в список 14, что будет капитально отремонтировано к Новому году. Многоэтажке досталось 3,5 миллиона рублей. Среди соседей теперь только и разговоров, что о предстоящем ремонте. Обубликован список домов, которые включены в программу капитального ремонта 2013 года, где четко написано, что спортивный один включен в эту программу. Не резервный фонд, а основной. Так что будем надеяться, что наш дом будет отремонтирован хотя бы в стояках. Да мы все надеемся на лучшее, а что будет, неизвестно. А все потому, что люди годами не могут найти общий язык с управляющей компанией. Но не везет им на коммунальщиков. Сначала было ТСЖ, распустили. Потом дом перешел в ведение МПУ ПЖРТ. Эта контора сменила не одного руководителя, но нестили руководство. Фасад дома сдают под рекламу. Но вот на что тратятся вырученные за это деньги? Большой вопрос. Жители уже написали тонну жалов прокуратуру. С нашего дома рекламы мы все деньги отдавали в ПЖРТ. Они миллион с лишним получили и куда-то все свои нужды использовали. Они с нашего дома только все дерут, а для дома ничего не делают. Эти деньги были направлены на погашение задолженности по кварплате. Я согласна. Вы как бы взяли у нас взаймы их, правильно? Наши деньги взяли взаймы. Кварплату вам возвращают, вы отдайте наши деньги. Вы пустите их на ремонт. Ничего. Заключили на 10 тысяч, когда реклама. Но разве реклама может, вот этот щит стоит 10 тысяч в месяц. Товарищи, ну мы по-моему уже живем не в каменном веке. Все знаем сумму-то. Сколько что стоит. Короче, подвалы сдаем, рекламу сдаем. Уже второй год работает. Даже гвоздя не сделал. Теперь же люди не могут добиться элементарного, чтобы МПО ПЖРТ предоставило им смету грядущего ремонта. Я ходила, просила смету, спросила эти документы. Просила документы на то, где наши деньги рекламные. Куда что делись. Отчет. Они же должны с нами ежеквартально встречаться. Отчет годовой давать. Нету ничего. Это что за отношение? По-моему, мы платим деньги. Он на нас работает. Это работает. Но не мы на него работаем. А выходит, что мы на него работаем? Таганов. Дай бог ему здоровья, в кавычках. Таганов. Ведет себя отвратительно. Отвратительно. Я была в понедельник, у меня сглубок, он там под... Ах, ты пришла, ты такая... Ничего тебе, вам делать не будет. Вот скажите, что в доме ничего из-за нее делать не будет. А какое он имеет право так говорить? Нам выделили эти деньги. То, что здесь разруха не только в клозетах, но и в головах, лично я быстро убедилась. Вместе с жительницей дома Марии Скачковой, то самое, что залило всю квартиру, отправляемся в МПО по ЖРТ. Писать заявление. А заодно и выяснить насчет СМИ, что превратились в секретные документы. Но в коммунальной конторе нас ждало дежавю из фильмов про лихие 90-е. А вот кто? Вот тебе на нас саморезис. Я все понимаю, но ты как третий парень. А вы, пожалуйста, не говорите, вы будете в городе, с камерой наденем в дверь. Есть закон, а здесь у нас информация. Мы вынесли в своем доме. Берите, пожалуйста, руку. Руку уберите. Ты кто такой, чтобы меня снимать? Вы кто такой? Ваши поближе не к вам. Вы кто такой? Вы находитесь у меня в зале. Вы кто такой? Вы кто такой? Вот сюда я не закаживаю. Скажите, пожалуйста, вы кто такой? Если вы хотите поговорить, то я не закаживаю. Вы кто такой? Вам, конечно, не разница. Какая же мне разница? Я представитель средства массовой информации. Вы кто? Я вас слушаю, не мастер. Вы кто? Скажите мне, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста. Вам такая разница. Вы начальник ПЖРТ? Нет. Начальник, конечно. Может, начальник МПО ПЖРТ господин Таганов и воплощенный любезность? Не знаю. К нам он так и не вышел. Но вот его подчиненным уж точно не помешали бы уроки вежливости. Мы хотим узнать, почему жителям этого дома не показывают сметы на этот ремонт. Кто это сказал? Нам говорят об этом члены совета дома. Говорят. А сказать одно, где документ о том, что вам говорят о том, что кто-то вам сказал. Это что с улицы... Нет у нас видеозапись. Послушайте, пожалуйста, документом. Я вас прошу выйти. Ой, тихо, тихо, тихо. Я вас не буду. Подождите, я вам заявление заберу. Убери ее. На каком основании вы своими руками расходите? За закрытыми на замок дверями жительницу дома убеждает, то, что ее квартиру залило, коммунальщики не виноваты. Ну что, вы довольны результатом? Да что довольны? А можно с вами пообщаться? Подождите, пожалуйста. Дверь не закрывайте. Можно мы зайдем? Мы можем как-то выйти на вашего руководителя Тагана Сергея Владимировича? Почему так себя ведется? Я не могу понять. Давайте мы с вами договоримся. Это бесполезно. Что в итоге-то они вам сказали? Придет в четверг смотреть, составлять акт. Поэтому акту я могу подавать на суд на нее. Могут не виноваты. То есть они своей вины не признают? То есть то, что в доме гнилые трубы, они не виноваты? Они не виноваты. В департаменте ЖКХ с тем, что сотрудники МПО ПЖРТ ведут себя, мягко говоря, неадекватно, согласились. И посоветовали жителям за сметами обращаться к ним. И очень серьезно подумать. А не сменит ли им управляющую компанию? Коль дом вступил в данную программу, конечно, значит, данная программа должна быть на этом доме, я считаю, доведена. Потому что такой шанс дается очень редко. Особенно для собственников данных домов. А по управляющей компании им надо принять решение. Я считаю, надо менять. В настоящее время у нас в городском округе Самаре существует уже зарегистрировано официально 45 управляющих компаний. А можно и вовсе создать ТСЖ. В любом случае, не сидеть, сложая руки. Ну а то, что МПО ПЖРТ-контора странная, говорит и тот факт, что в прокуратуре и в полиции сейчас пристально изучают ее деятельность. В этом году компания реорганизовалась. Неизменными остались и названия, и адрес. Вот только долги перед поставщиками теперь висят на несуществующей фирме. По неофициальным данным, речь идет о трех миллионах рублей. Так что здесь пахнет уголовным делом. И жителям спортивной 1 уж точно расслабляться не стоит. Как, впрочем, и всем остальным, чьи дома должны отремонтировать. Так что, если у вас появятся какие-то сомнения в качестве ремонта, звоните, пишите. Проконтролируй вместе. А на сегодня это все. Удачи вам. Увидимся.